Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Косможем Артукаев обратился с просьбой к Владимиру Путину обеспечить дополнительную поставку вакцины «Спутник Ви». В ходе телефонного разговора главы государств подтвердили схожесть позиций касательно дальнейшего укрепления потенциала Евразийского экономического союза. Президенты двух стран дали высокую оценку нынешнему состоянию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также достигнутой договоренности о создании цифровой платформы в республике. По словам Косможем Артукаева, он удовлетворен совместными проектами в области авиастроения и автомобилестроения, также химической индустрии. По его мнению, важное значение будет иметь подписание в апреле этого года в Казани комплексной программы экономического сотрудничества на ближайшие пять лет. Владимир Путин отметил важность наращивания контактов в торгово-экономической, военно-технической и цифровой сферах. В столичном аэропорту продлили закрытие взлетно-посадочной полосы до 12 часов ночи. Там идут работы по очистке территории от снега. Из-за непогоды отменили вылет в Жасказган. Еще несколько рейсов перенаправили в другие воздушные гавани. Десятки автомобилей ждут улучшения метеоусловий на въезде в город. О неожиданном мартовском снегоапокалипсисе столицы и прогнозе синоптиков расскажет Динара Абдирова. В столицу накрыла снежная буря. Из-за сильного снегопада на дорогах образовались заторы. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий и порыв ветра до 20 метров в секунду. Жителям столицы рекомендуется оставаться дома или по возможности пользоваться общественным транспортом. Не все столичные жители дождались сегодня своего автобуса. Из-за обильного снегопада 17 городских маршрутов приостановили движение. Общественный транспорт попросту не мог проехать по дорогам мегаполиса. Коммунарные службы не успевают очищать их от снега. Тяжело ходит, честно. Очень все усложнено. Видите, какая погода сейчас. И приходится все равно долго ждать автобусы. С пересадкой приехала. И вот там стояла полчаса и здесь 20 минут ждала, чтобы с пересадкой доехать. Полторы тысячи рабочих и почти тысяча единиц спецтехники задействованы на очистке городских дорог. За минувшие сутки из столицы вывезли больше 30 тысяч кубометров снега. Масштабная работа идет и на трассах. Ограничено движение на 12 участках автодорог республиканского значения в сторону Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Козлаординской областей. Учитывая сложную метеообстановку, спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится и завтра. В Акмолинском регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается метель и сильный ветер. В настоящее время для очистки дорог задействовано порядка 400 единиц снегоуборочной техники. Параллельно ведутся работы по эвакуации участников дорожного движения в обогревательные пункты от буксировки автотранспортных средств, застрявших в снежном плену. Тем временем на трассе Боровой-Нур-Султан образовалась многокилометровая пробка. Въезд в столицу закрыт из-за непогоды. Людям приходится ждать, когда метель стихнет и въезд в мегаполис вновь откроют. Ждать приходится и авиапассажирам. Из-за непогоды рейсы Шимкент-Нур-Султан и Кустанай-Нур-Султан перенаправили на запасной аэродром Алматы. А рейс из Казаларды приземлился в Караганде. Расписание пассажирам рекомендуют отслеживать на табло и на сайтах авиакомпании. Динара Абдирова, Диасков Ламбаев, Хабар, 24. Штормовое предупреждение объявили в 12 областях Казахстана. Среди них Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Казалардинская, Павлодарская области. В семи регионах страны заметили и плохой видимости закрыли 15 участков автодорога Республиканского и 24 областного значения. На постах в Акмолинской и Карагандинской областях работают больше тысячи единиц спецтехники. Спасатели вызвали из снежного плена около 200 фур. В работах задействованы больше 300 человек. Капризы природы не только у нас. В австралийском регионе Новый Южный Уэльс из-за наводнения продолжается эвакуация людей. Вода не отступает и угрожает домам местных жителей. Аналогичная ситуация в Колумбии. Косово накрыла сильная метель. О том, как власти борются с последствиями стихии, смотрите в следующем материале. Круглые сутки сейчас приходится работать спасателям в Австралии. На страну обрушилось сильнейшее за последние 100 лет наводнение. Зонами стихийного бедствия объявлены десятки городов. Тысячи людей покинули свои дома. Многие из них уже разрушены. В службу спасения за два дня поступили десятки тысяч обращений. Люди просят помощи не только спасти себя, но и животных. Скот местных фермеров буквально оказался под водой. Я делал прогнозы по наводнению в течение 20 лет. И это худшее наводнение за всю мою практику. А уцелевшие в наводнении здания обзавелись новыми соседями. Их заполнили насекомые и мыши. По словам специалистов, многие из которых смертельно опасны. Неутешительная ситуация и в Колумбии. Проливные дожди на западе страны привели к наводнению и оползням. В одном из городов, вышедшая из берегов местная река, затопила больше 180 домов. По словам очевидцев, селевые потоки буквально смывали все на своем пути. И повредили десятки припаркованных автомобилей. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома. Сообщения о пострадавших не поступало. В результате наводнения было разрушено 185 домов и 52 коммерческих объекта. Многие из них расположены на рыночных площадях в этом муниципалитете. Повреждены 10 автомобилей, дороги размыты. В Косово тем временем неожиданно вернулась зимняя погода. Снег замел дороги и парализовал движение. Спасатели просят граждан по возможности не выходить на улицу. По словам синоптиков, идти снег будет еще несколько дней. Распогодится только к выходным. А в России в Мурманской области сошла лавина. В снежный плен попала туристическая группа из 16 человек. От полученных травм погибла 13-летняя девочка. Всех остальных удалось спасти. Около 100 человек пострадали в результате обрушения деревянной трибуны с людьми в Индии. Два человека в критическом состоянии. Сообщают, что конструкция рухнула под весом спортивных фанатов. В момент ЧП на трибуне находились не меньше тысячи зрителей. Спортивные соревнования там должны были идти до 25 марта. Специально для этого построили несколько трибун вместимостью до 5000 человек. В Германии почти на месяц продлили локдаун. После 15-ти часовых переговоров канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали ряд ограничений. В первую очередь на Пасху будут запрещены любые массовые собрания. На четыре дня закроются все магазины, включая продуктовые. Не будут работать и церкви. Богослужения пройдут в онлайн формате. Будут открыты только прививочные центры. Новые правила разработаны для отдыхающих. Немцы, которые поедут в отпуск и смогут въехать обратно в страну только с отрицательным результатом теста на коронавирус. Главным вопросом наших длинных переговоров стало то, как превратить пасхальные праздники в период тишины. Таким образом, мы хотим переломить третью волну пандемии, в которой мы сейчас находимся. Поэтому во время праздников будет действовать ограничение на контакты и запрет на любые сборы. Все, что мы уже открыли, должно закрыться в эти дни. В Израиле проходят внеочередные парламентские выборы. Около 6,5 миллионов израильтян должны определить состав парламента и выбрать премьер-министра страны. Компания осложняется пандемией коронавируса. О том, как проходит голосование, расскажет Сергей Ослендер. Все строго по закону. В 7 утра в Израиле открылись 13 865 избирательных участков. Свои коррективы, правда, внес ковид. Избиратели и члены избиркомов в масках. Нужно держать дистанцию. Везде стоят бутылки со спиртовыми растворами. 751 участок оборудован для больных коронавирусом и находящихся в изоляции. Кое-где голосовать можно, не выходя из машины. Примерно как на пунктах тестирования на вирус. На входах агитация. Представители партии убеждают голосовать за их объединение. Голосование идет строго по партийным спискам. Я надеюсь, что мы выберем нормальное правительство. И, наконец, займемся не политикой, а экономикой, социальными вопросами. И будем налаживать жизнь после эпидемии. Честно говоря, политика надоела. Хочется какое-то время пожить без выборов. На 120 мест в парламенте Кнессете претендуют 37 партий и блоков. Большая часть не пройдет электоральный барьер. 3,5% голосов. Основные претенденты все те же. Партия Ликут во главе с действующим премьером. Ешатит с бывшим министром финансов Яйром Лапидом. Наш дом Израиль, который возглавляет русскоязычный политик Эвикдор Либерман. Еще есть белоголубые во главе с генералом Ганцем. Правые и левые. В общем, весь спектр израильской политики. Есть даже партия Пираты. Выступает за свободный обмен информацией и недопустимость преследования за это. Компания была бурная и грязная. По сути, все основные игроки строили ее на обвинениях в адрес конкурентов. Страшный вирус уже здесь. Он не знает границ. Вирус ненависти и мракобесия. По закону, чтобы сформировать правительство, победитель должен набрать больше половины голосов и получить минимум 61 депутатский мандат. Такого за всю историю Израиля не было ни разу. Значит, нужно собирать коалицию, а это долгие переговоры, торг и раздача друг другу обещаний и денег. В течение недели после выборов президент должен поручить кому-то сформировать правительство. Обычно это право получает лидер партии, набравший большинство голосов. Израиль. Маленькая страна на Ближнем Востоке. Население около 9 миллионов человек. Основное занятие выборы. Этот анекдот наиболее точно отражает суть нынешней кампании. По всем предвыборным опросам и раскладам у победителя нет ни малейшего шанса сформировать устойчивую коалицию. 61 мандат – это максимум, на что он может рассчитывать. А это значит, что следующие выборы снова будут неочередными, и они лишь вопрос времени. Сергей Услендер, Хабар-24. В Североказахстанской области многодетные родители успевают не только растить семерых детей, но и вести семейный бизнес. Супруги Александр и Мария Федореевы живут в Сергеевке и занимаются производством мебели. С ними встретилась Нургуля Ахметова. А еще Саша, Версавия и Маша. В семье Федореевых и Сергеевки дети – главное богатство. Старшему сыну 15 лет, самой младшей дочери 4 месяца. Братья и сестры друг за другом горой, и у каждого свои обязанности по дому. Саша старшенький, он у нас пылесосит, где-то помогает там с печкой справляться. Ванюша у нас полы моет, Версавия пыль вытирает. Матвей у нас с игрушками разбирается, ну, больше такая. Ну, мелкие тоже, в принципе, они так только пока. Еще у них обязанностей таких прямо нет, но они за собой учу прибирать. Это вот две кухни. Получается, это как буфет будет, ну, а это, получается, с навесными шкафами будет. Многодетный отец Александр Федореев еще с появлением первого ребенка задумался о собственном бизнесе. Вместе с супругой они тогда переделали гараж под мебельный цех. Со временем и детей стало больше, и дело в гору пошло. Сейчас у них есть возможность обеспечивать не только свою семью, но и предоставлять работу для местной молодежи. Просить мы ни у кого ничего не просим. Мы работаем своими руками, что где-то даже и кому-то что-то, чтобы помочь, можно было. То все можно, если хотеть. Все зависит от нашего сегодня желания. В планах у Александра Федореева расширить цех и начать производство мебели из чистого дерева. Тем более помощники уже подрастают. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. Атмосферу Наурыза в живописи и прикладном искусстве создают художники и ремесленники Восточного Казахстана. Творческих людей вдохновляет весна и обновление природы. Философию древнего праздника в работах мастеров увидел Вячеслав Ветлогин. В ярких акварелях Альфия Мухамедьянова воссоздает восприятие Наурыза еще с древности. Ее портретные герои, кочевники, изображены в деталях. Причем лица и эмоции прописаны с особой точностью. В акварельной живописи художница передает значение народного праздника, способного останавливать войны. На этой работе изображен воин, уставший от войн. И в период празднования Наурыза все войны прекращались, наступал мир, люди ходили друг к другу в гости. Символику Нового года по восточному календарю Альфия презентует и зарубежным ценителям искусства. Работы представлены на вернисажах в России, Германии и на дальних континентах, вплоть до Эквадора и Малайзии. В составе казахстанской сборной я начала выезжать на международные фестивали в Эквадор, в Кито, в Малайзию, в Тайвань, в Грузию, в Тбилиси, по России. И как представитель Казахстана, естественно, мне хотелось рассказать о чем-то таком необычном. Мне показалось интересным представить национальное украшение, колорит национальной одежды. Атрибутику Науры за национальные украшения и предметы убранства юрты, способные оживить и реместренники Востока. Местным музееведам в сельской глубинке чудом удалось отыскать мастеров художественной резьбы по кости животных и привезти точные копии праздничных украшений 17-19 веков. Мастера Хабаженова и Шубинска, это преподаватели технологии, прекрасно создают, стали соблюдать традиции, мне хотелось подчеркнуть, традиции казахского народа. В нашем Казахстане всегда, во все века делали изделия серебра и кости. Философию Науры за художники и ремесленники Востока отражают в интереснейших экспозициях. Например, вот это лоскутное одеяло сочетает в себе два интересных орнамента, древний и современный, что сегодня большая редкость. Чтобы карантинные меры не ограничили доступ зрителей к редчайшим экспонатам, в музеях Восточного Казахстана готовятся к открытию онлайн-выставок. Искусствоведы сейчас учатся уверенно работать на камеру. Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24. В Казахстане растет интерес к национальным видам спорта. В областную детско-юношескую школу часто приходят зрители, чтобы понаблюдать, например, за тренировками по кукпару. Несмотря на то, что массовые мероприятия Науры с отменили, любовь к национальным традициям и обычаям остается неизменной. Эти лошади раньше были задействованы в мероприятиях, проходивших в мартовские праздники. В этом году из-за пандемии массовых народных куляний на Науры с не будет. Поэтому сейчас в областной детско-юношеской школе по национальным видам спорта идут тренировки по расписанию. Ежедневно понаблюдать за тренировками и полюбоваться лошадьми в Дю США приходят многие школьники. Восьмиклассник Уандык Омирбек, в отличие от своих сверстников, не просто зритель. Полгода назад он прошел отбор и стал воспитанником школы по национальным видам спорта. Сейчас изучает такие конно-спортивные игры, как кукпар и аудерспак. Мечтает участвовать в больших соревнованиях, которые проводились раньше на Науры. После уроков я всегда спешу в школу по национальным видам спорта, потому что скучаю по своему любимцу. Мой преподаватель многому меня научил. Прежде всего, тому, как правильно держаться в седле, а также ловкости. Мы тренируемся каждый день. Моя мечта – стать чемпионом Казахстана и Азии. В школе по национальным видам спорта обучают игре в кукпар, аудерспак, тингеалу и жамбы ату. Сейчас, учитывая погодные условия, занятия проходят в закрытом помещении. Но, несмотря на это, посещать мастер-классы не запрещают. Наблюдать за тренировками могут все желающие. А вот, чтобы оседлать лошадь, нужна соответствующая подготовка. Дети, которые приходят сюда, уже никогда не бросают в школу. Воспитанников отбираем по физическим данным. Высоких учим игре в тингеалу. Сильных и мускулистых обучаем кукпару. Метких учим стрельбе из лука. При этом, конечно же, учитываем желания самих ребят. В спортшколе также работают и другие секции, в том числе по Тогоску Малак и Казакшаку Рес. И у многих юных спортсменов хорошие достижения. Наталья Салькова, Анорбек, Морзатайулы, Булат Молдогалеев, Актубе, Хабар-24. Казахстанские звезды боролись за титул «Онир Барасе». В Шемкенте прошел зрелищный турнир. Известные личности страны сошлись в бескомпромиссных схватках, чтобы выявить сильнейшего по Казахшаку Рес. Всего 20 участников. Это непрофессиональные спортсмены. Сценические костюмы на кимоно сменили артисты, популярные исполнители, квенщики. В этом году самый рейтинговый турнир «Онир Барасе» посвятили 30-летию независимости Казахстана и 150-летию Хажимукана Мунайдпасова. Проект поддержали агентства Хабар и Акимат Шемкента. Отмечу, из-за карантина турнир прошел с ограниченным числом зрителей. Уникальный наш проект «Онир Бараса» уже третий год проходит. Уверенно можем сказать, что сегодняшнее мероприятие будет очень зрелищным, очень интересным, потому что состав участников очень мощный, очень звездный. Я очень хочу, чтобы все зрители Хабара зарядились энергией, которую мы хотим сейчас передать, а вся страна зарядилась, и чтобы люди узнали, что спортом заниматься должны не только спортсмены, но и творческие люди. Все-все-все. Мы потомки Батыров, и спорт нашей неоттемлемой частью должна быть. А США раздают классические глазированные пончики всем посетителям, привившимся от COVID-19. Получить бесплатную выпечку люди могут, предоставив соответствующую справку. Ограничения по количеству пончиков нет. При этом приобретать что-либо еще клиентов компания не обязывает. Вакцинация сама по себе награда. Я имею в виду, что это шанс остаться в живых. А пончик – это как еще один приятный бонус. О нас не беспокойтесь. Мы можем делать больше пончиков. Чем больше выпечки мы раздадим, тем счастливее мы будем. Потому что это означает, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...